Амнистия, как таковой акт, периодически государством должен делаться. Единственное, что моя позиция заключается в том, что люди, которые подвергаются, скажем так, этой амнистии, должны сами признавать свою вину. То есть только тогда можно человека простить, когда он просит прощения. Поэтому, поскольку мы видим, что часть участников событий на Болотной и пусть и рад тем более не собираются признавать свою вину, никакого покаяния мы не слышим от них, то амнистию по отношению к ним осуществлять не нужно. Получится, что мы теряем в этом смысле какой-то моральный авторитет. Вообще, если говорить об узниках Болотной, то нужно напомнить, что они оказывали сопротивление представителям власти. Это, вообще говоря, довольно серьезное правонарушение, не мелкое хулиганство. Люди, те же самые ОМОНовцы, они имеют семьи, они имеют детей, и они действуют от имени закона, и они, вообще говоря, неприкосновенны. Люди могут там драться между собой, но представителям власти они не должны оказывать не то, что сопротивление, а тем более сопротивление не должны оказывать не то, что нападать на них, бить их там камнями, принесить там какие-то тяжелые ему вещи и так далее. Поэтому не думаю, что такого рода людей нужно амнистировать, потому что амнистия касается многих людей такой же категории. У узников Болотной всего лишь несколько там человек, а ведь где-то в тюрьме сидят сотни преступников настоящих, закореневых, которые нападали с ножом на милиционеров, которые били там их камнями и так далее. Не в протестных акциях, а реально совершая какое-либо правонарушение. И мы теперь тоже должны их, получается, отпустить, потому что мы не можем применить амнистию к одним и не применять ее к другим. Это слишком будет дорогая цена за вот этих узников. Они должны были думать, что они делают.